В России все чаще встречается новая схема обмана жителей. Аферисты выдают себя за сотрудников правоохранительных органов и рассказывают байку о массовой утечке персональных данных клиентов банков и о том, как якобы уже проводится полиция расследования. В Тверской области пока такие случаи не зафиксированы, но в региональном отделении ЦБ уверены, что рано или поздно это затронет и Верхневолжье. Суть схемы такова. Мошенник, убеждая гражданина, что тот тоже может быть потерпевшим, предлагает свериться с базой данных по утечкам. Далее злоумышленник спрашивает у человека, в каком банке он обслуживается, просит данные карты, в том числе трехзначный код на ее оборотной стороне. Для достоверности преступники могут представляться сотрудниками кредитных организаций или полицейскими. Выслушав фразу первую, положить трубку и прекратить разговор. Еще раз повторяю, нужно обязательно прекратить разговор. Самое главное прерывать контакт с мошенником. Еще раз повторяю, никакие сотрудники банков, никакие сотрудники правоохранительных органов никогда не будут спрашивать данные банковских карт. Ни ее номер, ни фамилия и имя владельца, ни срок действия, ни три цифры с оборотной стороны, ни тем более разовые пароли, которые приходят в СМС-оповещениях и ПАШ-уведомлениях. Это нужно для перевода денежных средств. То есть это нужно мошенникам. Кроме того, нужно знать, что ни Банк России, ни правоохранительные органы никогда не направляют фото своих удостоверений либо каких-либо других документов в адрес гражданских лиц. Будьте бдительны!